Девушки отдыхают Здравствуйте! Я верю, что все плохое осталось в прошлом году, а в новом году я встречу свою любовь именно здесь. А пришли поддержать меня моя сестра Кристина и моя подруга Кристина. Надежда, 28 лет. Каждый раз ее счастье вмешали родственники избранников. С первым женихом разлучила его мама, со вторым – брак. Надежда – администратор в развлекательном центре. Окончила музыкальное училище, рисует пейзажи, читает русскую классическую литературу, мечтает сняться в голливудской комедии. Предупреждает, что любит пофилософствовать. Надежда признается, что хотела бы обвенчаться со своим избранником в церкви. Ее будущий супруг должен любить спорт, театр, иметь цели в жизни и не зависеть от мнений родственников. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Надежда, ну не всем, конечно, везет с родственниками избранника. Вы сказали, что с первым молодым человеком мешала активно мама. Да. Активно, постоянные были ссоры из-за этого. Мы познакомились с ним, когда мне было 18 лет, а ему было 26. Все было как в сказке. Первая любовь, он был моим первым мужчиной. И ведь вы поначалу нравились его маме. Да, поначалу, да, я нравилась его маме. А потом они как-то неожиданно вдруг разбогатели. Да, отец устроился на другую работу, и, соответственно, у них стал другой достаток. Вот. И мама переехала с отцом в коттедж, а мы остались в квартире маленькой, двухкомнатной, в которой он жил, когда мы познакомились. Вот. И когда вот мы жили вместе, то есть я там ночевала по выходным, и потом все чаще-чаще оставалось, вот, все было великолепно. У нас были очень хорошие отношения. Они покупали мне подарки, то есть очень все было хорошо. И они стали настаивать на том, чтобы мы поженились. Они? Да. Да. Ну, видите, как прекрасно. Да, поначалу да. Но мне казалось, что это все-таки первое отношение. Хотелось легкости, не быта, а романтики. Ну, какая романтика, если вы у них оставались и жили? Ну, это... А родители, правильно, это вам еще повезло, решили, ну, раз вы уже вместе живете, вы взрослые люди, то хорошо бы уже и расписаться. Так это прекрасные родители. Не все. Послушайте, а сколько, говорят, что-то оно у вас как-то стало часто задерживаться. Давайте-ка... Он же тогда уж посуду моет, стирает тоже заодно. Поэтому... Ну, тогда мы жили с родителями. Мне казалось... Ну, хорошо, давайте. Очень маленькая квартира. Мне хотелось все-таки тогда и ребенка, а уже... Надежда, может быть, когда вы заигрывались, я выйду за него замуж, если родители останутся в этой квартире, к которой привыкли, а мы переедем в коттедж? Нет, никогда этого не говорила. Я вообще никогда не смотрю на достаток мужчины. Нет, ну вот вы сейчас сказали, вам хотелось бы жить побольше. А молодые люди, которые только начинают жить, были бы счастливые в комнате в коммуналке, потому что многие живут просто в коммуналках съемных. Поэтому что-то может быть... Давайте сейчас, мы же не обвиняем, мы просто пытаемся выяснить что-то. Ну, дело родителей сказать. А тут надо уже решать, уже самим было. Я знала, что родители немножко, потихоньку строят этот коттедж, но никогда я не хотела там жить. Они предлагали там очень большие, то есть 400 квадратов. То есть мы могли бы там жить все вместе. Но вам предложили? Ну, конечно, не раз это все предлагалось. Надежда, вот давайте так, вы сейчас мне не подыгрываете, вы в мое не впадаете, ладно? Вы говорите честно, как было. Честно говорю, честно. Наверное, родители вам сказали, вы попробуйте-ка вот пожить здесь сначала, это хорошие условия, а потом себе заработаете. Нет, никогда не говорили. Его родители очень сильно любят, это единственный ребенок. Мама каждый раз за завтра говорит какой-то красивый. Тогда когда начались вот эти все ваши... Начались именно с того, вот когда они именно переехали, мы стали редко туда приезжать. И как ни странно, на расстоянии у нас отношения ухудшились просто невозможно. Вот. Потому что, может быть, при маме он был чистый, обутый, одетый, накормленный. Как раз наоборот. А без как раз наоборот, нет. Тогда, Надежда, я вам не верю. Вот не бывает так. Что и вас и приняли, и разрешили жить, и к вам очень хорошо относились. Тут у них началась благодать, коттедж построили, работа хорошая, деньги. Ну, может, они невестку хотели побогаче. Да, 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 правильно. А может, они же знали, когда вы выйдете за их сына замуж. Когда вы нагуляетесь уже, вы хотели легких отношений, а они хотели, наверное, уже внуков. Сыну было на тот момент 26 лет, вы уже с ним 2 года. То есть ему к 30 годам, а он все ни туда, ни сюда. А им хотелось наследников. Тогда в чем вы видите причину, почему мама стала к вам придираться и сыну говорить? Это не твоя девушка. Я вижу причину только в том, что вот это богатство, которое на них обрушилось, она не выдержала этого. То есть она смотрела на меня и говорила, что ты плохо одета, бедна именно. То, что твои родители, то есть почему они тебе не купят шубу? А вы бы сказали, потому что они не зарабатывают. Да, я говорила. Так не повезло. Я говорила, что у меня родители, учителя, вот, и они не могут себе этого позволить. Я сама работаю с 15 лет. А на что? Она говорит. А вот мне как повезло, вот мне мой-то купил сегодня, видишь? Да, 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 именно так все и происходило. А вы бы сказали, я рада за вас, когда мне будет столько же лет, сколько вам. И мой муж будет, то есть ваш сын покупать такие шубы. Вот я еще считаю, что проблема в том, что я никогда и не сказала слово поперек. И даже мой молодой человек часто, когда мы находились в гостях, говорил, ответь ей, я знаю, ты можешь поставить ее на место. Потому что это просто было бесцеремонно. Тогда я понимаю, что у мамы съехала крыша. Да, 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 съехала крыша именно так. На почве денег. Я именно так считаю. Ну хорошо, но не с мамой же жить. Ведь молодой человек был на вашей стороне. На моей всегда. Да, я не понимаю, Надежда, если молодой человек был на вашей стороне, ну, у многих конфликты, послушайте, со свекровями, но при этом муж любит и говорит, ну, потерпишь, не могу поменять. Вот она мне какая есть. А потом помиритесь, сейчас поженимся, а там уж как-нибудь. Да. Ну, можно спросить совет у родителей, но в целом надо самим решать свои проблемы. Ведь он даже скрывал подарки, которые вам дарил, говорил, маме не говори. Почему, как вы считаете? Он скрывал подарки, потому что она ему говорила, ничего и не покупай. Просто прямо. А он работал? Да, конечно. Надежда, я думаю, что проблема была в вас тоже. Потому что если бы вы были приятным человеком для нее, может быть, где-то был ваш небольшой косячок, она бы сказала, ну, и что, что мы тоже всю жизнь прожили бедными. Сейчас повезло, зато какая хорошая девчонка, и ты ее знаешь, и мы к ней привыкли. Женитесь. У нас на самом деле были моменты, когда у нас были опять очень хорошие отношения, как раньше. И потом, то есть, когда заходила тема, что о женитьбе, вот все, сразу другое лицо, другой человек, и что ты нам не ровнее. Знаете, мне кажется, почему? Потому что, когда он вам делал предложение, не имея этого коттеджа огромного, вы сказали, нет, хочу легких отношений, хочу пожить еще для себя. А когда вдруг они неожиданно вот так разбогатели, устало все хорошо, тут вы созрели вдруг для свадьбы. Она, видать, ему сказала, что-то как-то у нее вдруг резко изменилось, сынок, посмотри-ка, как-то, что же она раньше-то за тебя замуж не пошла, а сейчас, смотри, глаз сгорит, как на все это. Такое тоже могло произойти. Ну, не знаю, колечко теребит, нервничает очень. Ведь он был на вашей стороне, вы могли выйти за него замуж. Ну, вы знаете, я представила себе, я подслушала разговор, когда он ее поставил перед фактом, что все, я вижу надежду своей будущей женой, а она сказала, что нет, только через мой труп. Вот, я это услышала, и я поняла, что никогда она не даст покоя нам, и потом, если будут дети, она будет их накручивать так же, как его, допустим, да, против меня. Мне мама всегда говорила, что какая бы ни была бы девушка, если ты будешь с ней счастлив, я всегда за тебя буду, и всегда буду поддерживать тебя. Ну, да. Ну, тут видишь тоже разные семьи, разные ситуации. А вторая история, когда мешал брат вашего возлюбленного? Да, у второй истории практически такая же аналогичная ситуация, только брат мешал. Почему? Ну, он считал то, что моему молодому человеку рано создавать семью, что ему нужно нагуляться. Вот, и изначально он не говорил, что зачем он тебе нужен, то есть прямо при нем. Вот, зачем он тебе нужен, посмотри. Даже сравнивал себя с ним, вот, что посмотри, у меня есть это, то, я всего добился, зачем тебе он, у него ничего нет. И как только я сделала все, чтобы я была вот муза для своего молодого человека, и когда у него все наладилось, вот, тогда он стал уже говорить ему. То есть я проверку прошла, вот, на прочность, а мой молодой человек нет. Соответственно, получается, так. А в каком смысле? Ну, то, что, получается, брат мне говорил, когда брось его, он тебе не нужен, я сказала, нет, все, это мой мужчина. Вот, а когда он говорил то же самое уже в дальнейшем брату, то брат его послушал. Ну, то есть... И бросил вас. Ну, получается, да, он все сделал для того, чтобы мы расстались. Да, не всегда мы угодно родственникам наших избранников. Не всегда. Зачастую нас не принимают. Да. Потому что думают, либо корысть, либо не такая любая, либо недостойная, либо копается в нашем прошлом, в чем-то. Да, но в результате мы все равно выходим замуж за своих возлюбленных, рожаемых детей, и кто-то привыкает, свыкается, кто-то не общается, такое тоже возможно, но чтобы вот так вот своих возлюбленных оставлять. В любом случае мы не идеальны, это в любом случае, у каждого есть свои какие-то грешки, но главное осознание, где ты был неправ, и признание его. А вообще образование какое у вас? У меня два образования, одно средне-специально, одно высшее. А выше кто? Как в кафедре управления, менеджер организации. В Москве, да? Да. Вы москвичка? А, ну по-вызначе. Нет, я не москвичка, я в Подмосковье живу. Вы по профессии, по специальности работаете? Ну, вообще, ну, наверное, да, в специальности. Вообще мне нравятся клубные индустрии, вот. Я прям чувствую себя в кроваводии. Я всегда говорю, что для умной женщины мужчин не проблема, а решение. Вот, что решить должен ваш мужчина? В первую очередь быть опорой для меня, наверное, другом, в первую очередь. Потому что с вами дружить надо. Ну, наверное, он должен вам не видеть именно не объект вожделения, а именно боевую подругу, грубо говоря. То есть вот чтобы с ним... Вам нужен, Петька, автоматчик, что ли? Нет, но я понимаю просто, что страсть, ну, допустим, три года длится максимум. Ну, это мое личное мнение, да? Господи, это я так могу говорить. Знаете, я вам скажу, искренне на боевых подругах не женятся. Да. С ними дружат, секретничают, иногда пьют кофе или пиво, но женятся как раз на тех, кому испытывают... Нет, ну, естественно, хочется любви, вот. Но когда девушка, ну, так же и друг молодому человеку, то я думаю, что... Надежда, вы обидчивая, честно? Очень. Ну, наверное, нет, меня трудно обидеть, но если уже я обижусь, все. А мне кажется, вас легко обидеть, вы очень быстро замыкаетесь в себе, если что-то не по вам. На самом деле, я стараюсь до последнего, чтобы было, по-моему, ну, как, то есть не по-моему, а как я вижу, но злопамятно, да, это не отнять. Ужас, ужас. Что меня ждет? Подожди, нас еще не выбрали. А, нас еще не выбрали, да, точно. Нет, я имею в виду, при хорошем истечении обстоятельств, что меня ждет. А вот вам богатый нужен или не нужен? Ну, конечно, желательно. Лучше, когда деньги есть, чем когда их нет. Это естественно. А вообще на компромиссы легко идете? Вы уступчивая? Легко. Покладистая, как мне говорил мой первый молодой человек, да. А легко извиняетесь? Извиняюсь, ну, когда есть за что, конечно, извинюсь. А вы в случае конфликта уходите в себя или предпочитаете выяснять отношения? Выяснять, предпочитаю. Роза? Ну, Надюш, вы обычная хорошая девушка, незамысловатая. Вот Лариса любит, говорит, какие-то вот бывают такие сложные. Мне кажется, вам подойдет любой мужчина возрастной, который хочет жениться, детей, вот, ну, который простой, хорошей семейной жизни хочет, без всяких там выкрутаться. Таких много. Так что вот сегодня выбирайте, ну, на кого сердце поведется, как говорится. А я там... Если приведу ее домой, мама будет не против. В вашем гороскопе в седьмом доме, то есть в доме брака, расположена планета Плутон, и она в напряженных отношениях с другими планетами гороскопа. Для вас вопрос вписанности в некую систему, это может быть семья, это может быть дружеский коллектив, который окружает мужчину, всегда будет очень сложно. Не потому, что именно конкретная мама или конкретный брат или конкретный друг что-то будет против вас иметь. Вы не очень хорошо сходитесь с толпой людей. Вы в коллективе себя вообще чувствуете не очень хорошо. Вам тет-а-тет проще с человеком выяснять отношения. И при этом вы действительно и обидчивы, и за словом в карман не полезете в случае чего. И отношения любите не просто выяснять, но и подолгу это умеете делать. Останавливаться не умеете на этом пути. Я вам желаю научиться, поскольку возраст уже позволяет это сделать, вписываться в систему. Все равно, приходя в семью, либо беря мужчину уже с тем опытом, который у него есть, а это работа, его дружеские связи, его соседи даже в конце концов, вы будете вынуждены вписываться во всю эту среду. И не нужно говорить, ну раз ты меня полюбил, то теперь уже меняй все это под меня. Нет, так не будет в вашем случае. Я считаю, что наша задача сегодня сделать вас гибче и научить разумному компромиссу. Очень скоро нашу невесту ждут три незабываемые встречи. И возможно одна из них изменит ее судьбу, не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Надежда». Встречайте, пирожники. Привет, Надя. Меня зовут Рамуальд. Я готов носить тебя на руках всю жизнь. Спасибо. Проходите. Конкурентная. Ну, хорошенькая такая. Здравствуйте. С кем вы пришли? Я пришел с сестрой Инной и подругой Ольгой. Очень приятно. Давайте с нас посмотрим. Рамуальд. 32 года. Энергетик в строительной организации. Имеет два высших образования, ходит в спортзал и занимается тюнингом своего автомобиля. Гордится тем, что самостоятельно построил дом. Предупреждает, что живет с мамой. Возлюбленная Рамуальда испугалась знакомства с его родителями и предложила расстаться. Надеется, что Надежда – смелая девушка. Я бы тоже испугалась знакомиться с такими креативными родителями, которые называют мальчик Рамуальд. А отчество будет у детей тоже, прикинь? Ну, да. Такое очень своеобразное. Первый раз с таким сталкиваюсь. А кто в панациональности? По национальности я русский. Мама – полька. А в Польше, это польское имя, в Польше их очень много, очень распространенное. Так же, как у нас Иван. Нет, Рома его зовут, я так думаю. Ну, так давайте по порядку. Где вы познакомились с невестой? Я познакомился в Екатеринбурге, когда там работал. Ну, естественно, если уезжаешь в другой город, длительные командировки. А вы там были в командировке, да? Да, это были командировки. У меня дома никого нет, ни жены, ни девушки. Как бы я волен делать все, что хочу. Ну, естественно, познакомиться интересно, приятно всегда. Пусть это и другому… Роман. Да. И через сколько вы ей сделали предложение или пригласили ее к своим родителям? Сколько времени прошло с момента знакомства? Мы знали друг друга порядка двух месяцев. Сделали ей предложение, сказали, выходи за меня замуж, поехали знакомиться с родителями. Или как это? Да, так и было. А она что? Она сказала, что, ну, сейчас пока не хочу ехать, и как бы вот ты сейчас вот лучше съезди один, подумай. Может быть, ты там… Ну, что, дурочка, что ли? Москвич приехал, замуж за… Какой он, москвич? А кто вы? Он из Краснодара… Откуда вы из… Из минеральных вод. Ну, все равно замуж ведь зовет никуда-нибудь. И тут она вдруг пропадает. Нет, там… Вы уже билет купили? Нет, 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 это было чуть позже. Там получилось так, что я уехал домой, с ней договорились, что… Ну, буквально на две недели. Если ни у кого ничего там не перегорит, то будем дальше продолжать отношения. Потому что на тот момент я оставался еще в Екатеринбурге, в ее городе. Я приехал домой, купил кольцо, ну, как бы чисто символически, чтобы и с родителями поговорить, потому что одно дело – это наше отношение. Ну, ясно. И вы вот прошло две недели, у вас ничего не перегорело, вы ей звоните и говорите «жду». Я вернулся в Екатеринбург, привез кольцо и… Ну, фактически у родителей там попросил ее руки. А она? Она согласна. И вот наступает момент, когда вам нужно будет все-таки ехать, знакомиться с вашими родителями. Да. А она что? Она нормальна. До того момента, как были взяты билеты. Уже буквально проходит там… И она? И она вот передумала. Что говорит? Ну, первые слова, нотки, это появились такие, что… А что у тебя там есть? Есть ли машина, есть ли квартира? Нет, она, в общем, знала там, что у меня есть, что у нее скрывать. Но есть у меня машина дома там, есть где жить. Тогда какая причина, как вы считаете? Я почти уверен в том, что я ей, может быть, и нравился, но она не рассчитывала на изначально серьезные отношения выйти замуж. А кольцо-то она взяла? А кто не возьмет? Ну, а вернула? Я не спрашивал. Какая-то странная девушка у вас была. Бывают девушки, корыстные. Но мне кажется, что Надежда не такая. Надежда, вот как вам, Ромуальд? Я хочу вас спросить, где мы будем жить? Сакраментальный вопрос. Но очень нежно задумывается. Ну, ничего тут сакраментального нет. Но я бы с удовольствием пригласил к себе жить, забрать к себе. Ну, тут вопрос с переездом. А у вас мама там, папа, да? И мама, и папа живут дома. У меня отдельная квартира. Он живет далеко в минеральных водах. Вряд ли она к нему поедет. Женщины очень любят конкретику. Женщины очень любят мужчин, которые точно ставят задачи, правильно формулируют свои желания. А если человек просто сидит и льет воду, сам себе домысливует, то женщина рядом с ним превращается в лужу. Она не понимает, чего от нее хотят. Вот мужчина должен сказать, выходи за меня замуж. Завтра мы улетаем. Вот билеты в два часа, я с тобой заезжаю. Вот тебе кольцо. Маму зовут Наташа, папу Боря. Будем жить там-то, по такому-то. Понимаете, а когда непонятно что... А можно не согласиться? Да пожалуйста, не согласитесь. Ну просто невозможно познакомиться с девушкой. И вот как-то вести себя, вот ты только ее увидел, и сразу все, я тебя вот увидел, ты мне понравилась, я тебя люблю, на концу поехали ко мне. Нет, наоборот, меня смутило, что через два месяца вы уже были готовы ее везти к себе на родину, делали ей предложение, наоборот, два месяца это очень мало. Я не думаю, что это мало, и немало людей... Вы считаете, что я сразу должен жениться? Нет, что вы, я так не думаю, два месяца это мало. А вы думаете, это мало два месяца? Ну, любимый, ну так как-то вы немножко... Вас Лариса может не понимать, но если вы придете на наш сайт двоеточка.тв, там обязательно найдется, вот ты такая умная, но зато хорошая, которая замуж за вас захочет. Да, то есть ты сказала, что я плохая. Ну а с другой стороны, Лариса, я вот знаешь, думаю, если даже человек, если мужчина не может явно выразить свои мысли, может быть, женщина сможет им ловко командовать? Она сможет ставить ему задачи, а он будет их реализовать. Вот так по глазам я Рамуальда вижу, что им командовать не получится. Я сейчас еще на сюрприз посмотрю. Надежда, я приготовил для тебя варенье. Хочу, чтобы ты попробовала и сказала, как оно тебе понравилось, если понравилось. А какое это варенье? Из чего? Варенье из грецких орехов и елую шишек. Обожаю, обожаю, наше любимое варенье. Я пробовал, это да, вкуснятина какая, да. Классно все. Да, молодец. А я вот смотрю прямо, и мы в жизни, мы так ее увидим. Необычно. Так, варенье из шишки похоже на туту. Классно. Можно попробовать. Я такой даже не видела никогда. А это же мот. А варенье? Я попробую. Да, я попробую. Вкусно, необычно. А ты знаешь, как оно не просто готовится из грецких орехов? Там в определенный момент надо собрать грецкие орехи, когда еще они молочные спелости. А, да-да-да, что ты это послушала. Чуть помачивайте, помачивайте. Будет? Нет, спасибо. Очень сладко. Теперь впечатления у наших ведущих останутся надолго о Северном Кавказе. Рамуаль, честно я вам хочу сказать, потрясли. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. Мы будем за вас. Необычное. Нет, тут ничего необычного. Нет, потому что чай-то, господи боже, кто только не поил невест чаем, но чтобы варенье из шишек, из еловых... И прям... Я бы назвала это варенье рамуальт. Да. Здорово. Спасибо, Ирина. Мы будем за вашего брата. Поэтому забирайте его и проходите в комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кристиночка. Я считаю, что Надежде первый жених подходит. О! Конечно, подходит. А вы что считаете? Неплохой, очень даже хороший. Крупный. Образованный. Солидный. Немножко нервозность присутствовала, но до того момента, наверное, когда начинают раздергивать. Медленно, немедленно, так, не так. Так и женат ни разу не был. Да ладно, чтобы не 50, а джеймо. Да, может, это потому, что он такой неторопливый? Это судьба водолея, я хочу вам сказать. Очень часто мужчины водолеи... Ну, кто еще, как не водолей, мог принести сюда варенье из шишек еловых? На самом деле. Это люди самые нетривиальные, самые оригинальные. Они часто... Ну, хорошо, но не он же варил его. Но другие их не похожи. Но все равно, вот именно такой сюрприз, понимаешь? Может, и мама водолеиха? Вполне может быть. Я думаю, что там вся водолейская семья. Но очень часто эти мужчины недопоняты, именно потому, что они кажутся такими немножко особенными, странноватыми. Они хотят казаться такими и поддерживают в окружающих это впечатление. И таким мужчинам очень сложно вызвать подлинный интерес женщины к себе. Или какие-то авангардные, нетрадиционные, нетривиальные девушки рядом оказываются. А обычные девушки боятся куда-то, убегают от них. Но они комфортны в семейной жизни, когда уже женщина заполучила вот такого, как Рамуаль. Ну, я скажу так. Рамуаль достаточно спокойный, пассивный и ленивый. Он не будет создавать слишком много дискомфорта в семейной жизни. С ним можно поладить как-то. Как тебе тот вопрос, что она сразу задала, что где мы будем жить? Это нормальный вопрос. Нормальный. Тем более, от девушки это нормальный вопрос. Она, по-моему, не очень хочет переезжать к тебе. Ну, это неизвестно. Я, наверное, не готова уехать куда-то, тем более так далеко. У меня свой уклад жизни. Ну, тогда и сидите у себя. Если только привезти его ко мне, получается... Вот, тоже вариант, а туда будете ездить, отдыхать. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И не пропустите новое знакомство через несколько минут. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Надежда». Встречайте второго жениха. Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, проходите. Нет, вы сюда, Николай, Николай. Здравствуйте. Почему вы один? Мои в последний момент отказались. У них работа. Давайте посмотрим, познакомимся с вами получше. Николай, 32 года. Оценщик в страховой компании. Смотрит комедии и мелодрамы, изучает религию и философию, мечтает стать писателем и открыть свое издательство. Предупреждает, что он верующий человек. Первая возлюбленная Николая оплакивала бывшего избранника под песней Булановой, а вторая не расставалась с фотографиями экс-возлюбленного. Надеется, что у «Надежды» не осталось воспоминаний о прошлом. Николай, кто бы мог подумать, что творчество Татьяны Булановой может вот так отразиться на личной жизни? Что там произошло? Вы любили Буланову, и ваша девушка любила Буланову. Ну, заплакала она под одну песню. А вы заревновали, думали, это ей навеяло отношения с бывшим, с ее, да? Ну, немного, да. А она что? Злила вас специально? Ставила Буланову и рыдала? Ну, наши отношения все несколько месяцев продолжались. А вторая почему-то вас злила тем, что носила фотографию экс-возлюбленного с собой. Ну, это вообще как здрасте. Нет, это издевательство. Просто издевательство. Что вот прямо была с вами, потом доставала фотографии, говорила, ой, Санечка, мой любимый, скучай. Вот что она делала-то? Ну, да. Какой кошмар. А вы бы ей сказали, а мне это неприятно, или достали бы мою фотографию, и стали бы говорить, Ларисочка, вон, какая красивенькая. Вот тоже бы, ну, в ответ ей, ну, что-то какое-нибудь. Знаешь, можно было с его стороны что-то сделать. Тайком подменить фотографии, представляешь? Зачем? Нет, мне кажется, это было... Нет, нет, свою фотографию, ты не поняла. Свою фотографию вместо возлюбленного. А, ну, это был бы намек, да. А ведь поехали аж к ней в Углич, к девушке-то к своей. А ее дома нет, вы с мамой. Сидите ее, ждете, и вдруг она за гитарой, пьяная. Говорит, ой, здорово, Калян, какими судьбами, да? Ага, вы что? Говорит, ну, к тебе приехал, к тебе, потому что тебя полюбил, всем сердцем. А она? Говорит, пока это резвее, сходи-ка ты в музей Бава-Яги. И вы пошли, там такой в Угличе есть музей. Может быть, она не ждала, он, наверное, сделал сюрприз ей. Да, возможно. Ну, так и ничем это так и не закончилось. Она оказалась просто пьяницей, что ли? Ну, непонятно, наверное. Короче, ваш душевный порыв она не поддержала. Ну да. А в музей-то хоть посмотрели? Ну да. Ну вот, не в накладе. А у вас дедушка был лауреат Ленинской премии по физике, да? Да. А чего же вы это в ученые, вы не пошли? Ну, я тоже по первой специальности техник связи. Ага. Вот. А почему оценщик? Внешне, конечно, он тебе проигрывает. Внешне 100%. Нет, ну тут я не могу о себе говорить, проигрывает он мне или нет. Хорошо, вот когда она протрезвела, вы уехали. Через две недели вернулись и выяснилось, что она сломала ногу. Ну да. А вы ей специальные бинты, мази, все кризисли. По телефону еще сообщили. Да, вы ей ухаживали за ней. А она возьми и скажи, что спасибо тебе, Коля, за заботу, но люблю бывшего. Да. И ну плакать. Жесть еще какая. На фотографии рыдала, да? Ужас. А вы ей сказали. Да. Дура, что ли? Я вон какой жених к тебе приехал. Из Москвы? Да. Вы москвич? Из Линограда. Из Линограда, но это еще круче, чем Москва. Да. Терпела у меня, походу. Все-таки надеялся, наверное, что она, так сказать, образумится. Ой, Николай, что-то вы прям вот не тех любите. Да. Пока. А что Надюша-то пригорюнилась-то? Сидит грустно. Мне кажется, мы не подходим друг к другу. Почему? Он очень скромный. Очень хорошо, когда муж скромный. И что, ну вот просто стушевался. Сейчас вас увидел. Да, вот их поймите, женщины. Я понимаю, что он мне не подходит еще в том, что я спортсменка, сама занимаюсь тренером, вот фитнес-бикини. Чуча, фитнес-бикини, 28-то лет. Ну и что? И чего, и он тоже будет. А вы тоже не жирно занимаетесь спортом, небось? Ну да, хочу пойти в фитнес-клуб. А вот похвалите себя сами, Николай. Вот вы какой? Вот что у вас вот прекрасного, замечательного? Знаете, многим женщинам нужно прямо вот расшифровывать. Вот какой вы? Пьете? Нет. Нет, видно же. Нет, мы про достоинство, а не про недостатки. Кирос. Не, не курю. Уже хорошо. Романтик. Романтик. Ну в другой город сорваться. Не нужен вам романтик, да? Нет. Он домашний, мне кажется. Ну и что? Так что в этом плохого? Подождите, вы собираетесь детей рожать или нет? Конечно, обязательно. Ну так и что? Отец хороший будет. Ну должны же быть общие какие-то интересы. Так а вы еще даже и не расспросили. У нее, дедушка, лауреат Ленинской премии по физике. Представляете? Ж понимаешь, какие гены там. Какой гены вы можете с дедушкой жить очень. Что делать? Ой, я думаю, Николай сегодня на вас полюбует полземного шара, поклонники нашей программы. И знаете, сколько будет на Николая заявок? Я уверена. Я уверена. Очень необычный. Спасибо. Пробросайтесь. Конечно. Николай, ну и давайте тогда посмотрим на сюрприз. Нужна нам эта Натча. Сто лет. Печальный тот рассвет И раз давая час Мне трудно позабыть Нам не забыть слово И ты едва ли сама И сможешь позабыть Одиноко без тебя Одиноко без тебя Одиноко Почему же к нам судьба Так жестоко Почему разлука вновь между нами Да, они волнуются С бесконечными дождями И скромный, видно, правильно говоря Почему разлука вновь между нами С бесконечными дождями До снегами Ну что вы сами себя испугались Да господи боже мой Все хорошо Молодец Спасибо, мой дорогой Проходите в свою комнату Он очень стеснялся Он очень застенчив Да, все люди разные Видно переживал Да Но плюс в том, что он вообще пришел Он хороший человек Да Он очень достойный Возраст будет ему к лицу Знаете, он похож на персонажа Из мультфильма Каникулы в Простоквашино На отца дяди Федора Вот да Вот он такой долговязый Такой вроде бы не складный Ничего Но он будет очень хорошим отцом Хорошим мужем Хорошим другом И жена бывает Всегда приятно будет приходить в дом Где хозяин такой, как Николай Поверьте, ему будет что передать своим детям Он трогательный Он нежный Он столько любви вам подарит Он столько будет прощать И он очень глубокий человек Но не у всех получается так Понимаете, цыганочку с выходом Не у всех Рассмотрите, увидьте суть Что вам вот это вот внешнее обязательно Пришел бы Франц сейчас такой бы сидел здесь И за этим одна пустота и ничего больше Мне просто кажется, что с ним я быстро обнаглею Сядь дома на шее Вы контролируете себя На это и есть духовное стержень у человека Вы же не скотинка, чтобы писать на ковре, правильно? Ну как-то будете себя держать в руках Когда уважаешь человека Это же не важно, какая форма Если ты уважаешь, то ты себе не позволишь Никогда распускаться с человеком Который тебе не может ответить Правду говорит Лариса Спасибо и... Значит, вы должны себя как-то контролировать И не иметь такого права Возможности пнуть возлюбленного Который на все с улыбкой скажет Хорошо, пойду в музей Бабы Иги Пока ты здесь беснуешься Нельзя Нельзя А я так не поняла Он один живет? Он живет один У него квартира Москвич Он москвич Он оценщик в страховой компании Он состоятельный человек из хорошей семьи В Москве Тоже, да? Только отдельно живет Есть и дедушка Луриат Ленинская Коль, ну-ка выйди еще раз С мамой и сестрой Заинтересовалась наконец-то Вы отдельно живете в Москве? Мама еще с сестрой Еще с мамой, да, и с сестрой С мамой Квартира большая? Трехкомнатная Трехкомнатная То есть будет куда привезти? Есть штука Ну и снимать, конечно Можно снимать Будем, чтобы это отдельно Я категорически против снимать Почему? Ничего себе! Вот королевая принцесса Я удивляюсь Почему не снимать? Ну вот мы наговорили всякие комплименты Может быть там звезды говорят что-то плохого Чудесный, душевный человек Очень тонкий Действительно боится раскрываться в любви Потому что очень тонко чувствует Я считаю, что если бы он чуть-чуть раскрепостился Это пошло бы ему на пользу Но я благодарна тому, что он сегодня у нас появился Вот ровно таким, какой он есть Потому что мы так уже привыкли к тому Что норма, когда у нас приходят женихи, невесты Разваливаются здесь Ведут себя развязно Ну почему это должно быть нормой поведения? Он был просто достаточно скромен Он от волнения застегнулся на все пуговицы Он прекрасно выглядит На нем хорошая рубашка Он статный Вот он сейчас вышел и продемонстрировал себя Просто во всей красе Он породистый Очень аккуратный Чистый какой-то Я считаю, что Надежда хорошая девушка И хочу, чтобы она меня выбрала Надежда, знакомьтесь с третьим женихом Здравствуйте, Надежда Мне очень приятно познакомиться с вами Меня зовут Денис Надеюсь, что наше встрече не случайно Я тоже Спасибо, мы тоже надеемся Проходите Он четкий такой, как военный То есть все прямолинейный Да, пожалуй С кем вы? Я хочу представить мою сестру Ксению Очень приятно Ну а теперь давайте на экран посмотрим Узберем вас палочки Денис 30 лет Раньше был военным Сейчас работает продавцом-консультантом В гипермаркете Читает военно-историческую литературу И произведения Амара Хаяма Мечтает построить дом И вернуться в ряды вооруженных сил Во время подготовки к свадьбе Родители Дениса поссорились с семьей его невесты В итоге торжество не состоялось Надеются, что Надежда готова идти на компромиссы Невероятно Я впервые переживаю вот такое несоответствие Увиденного на экране и вживую Два разных человека То есть вы в форме И вы вот сейчас в гражданской одежде Да, Василиса Или только мне одно показалось Нет, не показалось Или меня тоже удивительно Вы там такой значимый А почему вдруг отказались от военной службы, от профессии? Получилось так, что У меня заканчивался контракт А служба военнослужащего Это такая ситуация, когда командировки, разъезды Постоянная перемена места жительства У меня отец сам военнослужащий А служил 30 лет больше в армии И как бы времени на отношениях как таковых и не было И когда подходило время окончания контракта Я принял решение, что для создания семьи все-таки придется Нет, ну просто где военный и где продавец консультантов в гипермаркете Это же... Ну это сейчас у меня временное Временное, ну я надеюсь У него явно будет не такой кругозор, какой надежды И ей просто будет с ним неинтересно Вот, мое мнение такое Много времени потерянного в армии Слушайте, а что это за история такая? Ваши родители не могли договориться о месте свадьбы, о проведении, да, наверное, каких-то... Да, да, там получилась такая ситуация Получилось так, что мы проживали в другом регионе, в Старопольском крае Вот, отец, как я сказал, военнослужащий У него там было служебное жилье И когда мы купили дом Его обязали сдать в жилую площадь И как раз вот Время этой сдачи попало вот на наши, так сказать, мероприятия Которые должны были состояться И тут стал вопрос Где, как, что Нам, соответственно, негде было не остановиться, ничего То есть, грубо говоря, сыграть свадьбу в том городе мы не могли Вот Но если вы это понимали, то родители невесты тоже должны были это понимать Они понимали, но Скажем так, у них такая была позиция Когда мы общались уже, договаривались по поводу свадьбы Из уст ее мамы произвучила такая фраза, которая меня немножко шокировала Она сказала, она вообще свадьба не нужна И вы со своей любимой, с которой хотели до гробовой ласки прожить Сказали, ну вот у родителей не получилось, и ты прощай, моя любовь Нет, там немножко не так получилось Сестра, помогите, потому что вязкая Денис Понимаете, в чем дело? Как бы, она не очень сама хотела ехать в другой город Потому что у нее была налажена работа Она была девушка достаточно самодоста... ну, такая Какие вы смешные То есть, до того момента дожили, что человек сделал предложение И она сказала свое «да» А решить, где будут жить, это же вопрос первостепенный Нет, поначалу она согласилась А потом почему? А потом она пошла в отказную просто, может быть, испугалась, не знаю Ну, хорошо, все, что ей делается, все к лучшему А может, из-за жилья, что жилья там вроде как нет? Сейчас у вас какое положение, где вы живете, с кем вы живете? В том городе? Ну, я проживаю в городе Липецке Вот, проживаю с родителями У вас дом там? Да, дом Ну, вот тот дом, в который мы поехали Да, да, да Как вы, Надежда, к тому, чтобы переехать в Липецк? Или к себе заберете? Посмотрим Он мне тоже сначала понравится Нет, значит, Коленьке, ты это сразу отворот-поворот Надежда сегодня такой богатый выбор Она может поехать просто в такие разные места Ну, и остаться в Москве Имеет значение, естественно, для нее место жительства Есть, где жить, нет Денис, ну, расхвалите себя как-то Вы помогите брату, чтобы Надежда Я думаю, что... А-а-а, ну тогда другое дело Какие он готов необычные сюрпризы для меня делать? Любовь, неужели вам это важно? 28 лет Ну, правда, и мне важно Но у вас еще пара лет, и вы будете готовы родить от первого встречного по русской традиции Нет, 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 нет Извините, нет, я не говорю, что так должны все сделать Но, к сожалению, девушки после 30 начинают волноваться, искать себе мужа уже любой ценой Я не волнуюсь Почему бы сейчас не выбрать по каким-то другим критериям? А с ним? Иным, отличным от вот этих дурацких сюрпризов? Ну, хочется романтики Вот поверьте мне, никто из них уже не делает этих сюрпризов в браке Такой романтик, как Николай, вообще трудно себе представить Нежный, романтичный Почему? Мы же не знаем, какие сюрпризы он делал ли и будет ли делать Вот он хорошо, в идеале, какого бы сюрприза хотелось? Ну, хотелось бы вот... Вот, например, вот прямо... В полетном воздушном шаре, например Вам не страшно? Нет, нет, очень интересно Мне кажется, с любимым это будет вообще очень романтично и на всю жизнь Ну, последняя, Надежда Домой придете, правда, третью страницу паспорта откройте Внимательно изучите дату рождения и год рождения Она такая вот девушка, судя по всему, так знающая тебе цену И вот с таким характером Надежда, поясните, пожалуйста, вот фитнес-бикини, это что такое? Потому что, как бы, я интересовался, но до конца не понял Это между именно бодибилдингом и, то есть, именно моделью Вы понимаете, что это закончится практически со дня на день? Нет, для меня только это все начинается, мне это очень понравилось Может быть, вам не нужно замуж? Нет, очень хочется, правда Я готова, я считаю, что я готова Чтобы он был готов из квартиры, делал сюрпризы, не в виде заначки случайно найденной Нет, чтобы он был спортсменом тоже Чтобы он был прекрасен С кубиками Конечно С кубиками С кубиками хочет Но он-то, конечно, спортом занимается, здесь ничего не скажешь То есть, военнослужащий, который не занимается спортом, он, наверное, не сможет нести службу Но даже он и несет Сюрприз покажете? Да, конечно Надежда, я знаю, что многие девушки любят шоколад Сладкое очень Я вам приготовил шоколад в виде шоколадного фонтана И предлагаю вам ответить кумнику в шоколаде Вкусно ли вам девица? Ну как вам? Ну как вам сегодня повезло-то? Ну, клубника с шоколадом по вкусу Да, это очень романтично Не еловая шишка Вот здесь вот, конечно, да Спасибо большое Прекрасный сюрприз, спасибо большое Проходите к нам Как вам? Неплохой Правда, профессия его, которая на данный момент, очень смущает Мне кажется, это не на время Он сказал, что временно Все говорят временно А потом остаются Поэтому здесь как-то вот не то Как вам, Денис? Хороший, молодой человек Видно то, что он будет хорошим семянином, наверное Вот, наверное, не гулящий все-таки Они любят такие, наверное, шумные компании с друзьями, что-то такое Миша, она тебя спасила сразу, поняла Правильно подметила Не люблю я шумные компании Мне Денис очень понравился Во-первых, любимое мое имя Сына Дениса зовут Вы знаете, что нравится? Вот такая вот хорошая российская мужская последовательность Во-первых, выбор профессии Самая мужественная Вот те, кто сейчас там работает Вот, слава тебе Господи, что подняли И зарплаты, и условия создают А самый важный момент Он что сказал? Говорит, а семью надо Детей надо Я просто некогда, нет времени Не хочется абы за кого А хочется выбрать Жениться Поэтому, да, консультант Жениться, дальше пойдет Вот мне это нравится С подходом Поэтому, Денис, не надо кидаться абы на кого Не буду говорить, кто Тут нам тут сейчас это Пальчики-то загибает Надежда, вы человек Сложный для отношений Сложный Не потому, что вы такая замороченная Чересчур умная Или очень тонкая Нет Просто у вас такие требования На самом деле очень примитивные К мужчине Очень простые Но вы на них зациклились Просто если бы хотя бы она Была согласна на съемную квартиру Это было бы вообще замечательно Ну, видишь Опять же, съемная квартира Имеет очень много минусов Денис Хороший Российский Мужчина Со своими Плюсами Которых полно Минусов Которых же Естественно Есть Он живой человек Ну да Хороший Хороший Российский мужчина Который по российской традиции Со своей Венеры в деве Считает, что Женщина должна Воплощать его планы в жизнь Вот как он сказал Или его родители Придумали свадьбу Так она должна сейчас быстренько Со своими родителями собраться Переехать в нужный город Бросить свою работу Ну и фактически Организовать там свадьбу Он считает, что женщина Это такое средство Помощи ему во всем Но поверьте Мне в повседневной жизни Романтизма там Не будет совсем Никакой клубники в шоколаде Вы не увидите Не, почему? Я готов делать сюрпризы Ну она тебя совсем не знает просто Ну да Конечно, для программы Все это красиво Шоколад, клубника В жизни все бывает по-другому Но я хочу сказать Что этим Денис не отличается От 90% других мужчин никак Очень скоро мы узнаем Какой выбор сделает наша неясть Не пропустите Девочки Ну кого вы будете советовать? Кристиночка, ваше пожелание? Мне кажется, Денис Ну только дружить Не более того Что-что делать? Только дружить А зачем вам дружить? Время терять И тому, и другому Ты выйдешь к ней, если она зайдет? И зайдет, да Отлично А вы, Кристиночка, что думаете? Я считаю, что Роман Надежде больше всех подходит Спасибо Надежда? Ну я сделала свой выбор Роза? Ромальд А ты выйдешь на ней, если она тебя выберет? Конечно, выйду Ура Я поддерживаю Ура Вы знаете, про таких, Надь, как вы, говорят, такая фифа Вот вы типичная вот такая фифа Вот нарисовала себе какого-то принца, которого не существует Поверьте мне Мне кажется, Николай Если вы просто потрудитесь над собой немножко И посмотрите не привычным взглядом на мужчину Таким оценивающим Квартира, машина, где живет Будет он вас, не знаю, там, на воздушном шаре сопровождать или нет А немного поработайте над собой Потрудитесь И вам откроется совершенно новый, неведомый, интереснейший для вас мир Попробуйте, Николай Надежда очень хорошая девушка Мне очень понравилось Если она зайдет, я выйду вместе с ней Я не буду говорить ни об одном из мужчин, которого рекомендовала бы Но хочу напомнить миф, о котором в программе уже говорила Лев – это знак, который символизирует миф, как погибают от собственных усилий Льва Геракл загнал в пещеру, убил его, и потом с него же содрал шкуру его же собственными когтями Это символ того, что лев очень часто гибнет от своих собственных ошибок Сам совершает, сам планирует, сам делает, и потом сам жалеет об этом Вот сделайте, пожалуйста, сегодня выбор такой, чтобы не попасть в западню, чтобы потом не пожалеть Хорошо Ромаль, ой, как варенье хорошо делает Слушайте себя, ваше сердце приведет туда, куда нужно, мы вас поддержим Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс с их номером по телефону 4151 Ирина, 26 лет, номер 2981 Актриса и блогер из Дании Смотрит американские сериалы Слушает российскую поп-музыку Владеет четырьмя языками и профессионально катается на фигурных коньках Мечтает встретить мужчину, похожего на Диму Билана Евгения, 27 лет, номер 2982 Певица, писательница и телеведущая Читает книги по психологии Вяжет одежду для близких И принимает участие в парусных регатах Познакомится с интеллигентным мужчиной, который будет способен поддержать ее в трудную минуту Мы не знаем, выйдет надежда одна или с избранником Я приглашаю всех выйти ее поддержать Мне понравился твой сюрприз Я хочу узнать тебя получше С удовольствием У нас есть пара Надежда и Рамуаль Если вы тоже хотите обрести свое счастье Заполняйте анкету на сайте Первого канала Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс-серимный герой на номер 4151 Я Лариса Бузеева желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам Давай, пожелимся Ой, полным-полна моя коробочка А что за напасть 16 лет замуж-то? Глазки-то у нее маленькие Маленькие А чуть-чуть у нее большие, правда? Вот именно Родился, учился, трудился, потом влюбился А не вредит ли секс в таком возрасте? Нет? Я думаю, что только омолаживает Декабрь-декабрь, и причем 12 месяцев в году Вот так же и по поводу о-го-го боюсь, Мань А как натурально-то? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok